видео журнал горячий мастер предлагает к обсуждению очень наболевшую тему вы хотите купить дом но не знаете какие скелеты шкафу находятся в этом доме наши советы будут полезны тем людям которые хотят купить дом не в элитном квартале частной застройки как вот такой который сейчас перед вами находится где живут все люди с деньгами они строили под себя для себя чтобы жить долго и счастливо нас интересуют вот такие районы в которых нет элитной застройки нет богатых коттеджей и люди живут в этом районе почти что век вот эти люди соседи этих домов они вам и нужны вы должны задать им ряд вопросов относительно того дома который вы хотите приобрести допустим вы уже выбрали предположительно тот дом который вы хотите купить прежде чем спрашивать что-либо у хозяев дома сначала по логике нужно подойти и поговорить просто элементарно с соседями я вам предложу перечень вопросов которые вы должны задать этим соседям неважно кто будут эти соседи вы можете их вылавливать на улице можете заходить к ним домой для приличия с пачкой чая и коробочкой конфет или маленьким тортиком и вам скажут все что как есть ничего не наврут потому что нашим людям не свойственно врать на такие темы вы должны задать вопросы соседям если они конечно не родня этого дома который вы хотите купить потом перекрестном допросе других соседей вы сможете выяснить кто родня а кто не родня итак по вопросам вы должны их спросить вы знаете что продается дом по соседству с вами то есть соседи должны быть в курсе продается дом или не продается возможно они даже не знаю что дом продается а второй вопрос вы должны спросить почему продается этот дом известны ли им какие нибудь причины по которым этот дом может продаваться третий вопрос вы должны спросить знаете знают ли они хозяев этого дома которые в данный момент пытается продать этот дом потому что это бывает очень важно бывает так что дом продают совсем не его хозяева. И тут же вы должны осведомиться, кто был хозяином до этих людей, которые продают дом. Или дом продают те люди, которые владеют им вечно, в течение рода целого, в течение нескольких поколений. Следующий вопрос. Кто-то умирал в этом доме? Это тоже очень важно, потому что немногие люди хотят жить в доме, в котором кто-то долго болел и умирал очень тяжело. Вы должны спросить, был ли в этом доме пожар, самоубийство, убийство и вообще, как вот эти люди, которые жили в этом доме, как вообще их жизнь протекала? Чувствовалось ли на взгляд соседей, что они имели какое-то родовое проклятие или еще что-нибудь, какую-то черную метку у себя на лбу? Также вы должны сфабриковать такой документ в полуигровой и предложить соседям, вот этим, которые по соседству от того участка, который вы хотите купить, подписать некое согласие, одобрение общих границ участка, который вы покупаете и ихнего участка. Если обычно проблем никаких не возникает, то соседи сразу говорят, что нет проблем, они подпишут любое согласование с границами. Если же тут же что-то всплывает, какие-то проблемы, то это будет для вас непреодолимо и нерешимо. Исходя из этого, вы должны все уже принять, сделать какие-то выводы. Теперь перейдем к вопросам, которые вы должны задать теперь уже непосредственно хозяевам дома, продавцам этого дома. Самый главный вопрос, вы должны им сказать, в чем причина продажи этого дома. Главное, чтобы вы не получили такой ответ, какой получил я на рынке в мутные 90-е, когда встретили мы с родственником человека, неимоверно дорого продававшего шапку-формовку. На вопрос, почему ты так дорого продаешь, он сказал, бабки нужны. И все. Поэтому причины продажи никто вам никогда не скажет, что им нужны просто элементарные бабки. Вот вы спросите, причины продажи, почему они продают? Второй вопрос, сколько вы прожили в этом доме? То есть, на этот вопрос должны ответить именно сами продавцы. Сколько они прожили в этом доме? Если они сказали, что прожили год, два, три или четыре, то единственным самым достоверным подтверждением того, что они в этом доме жили, они вам... Попросите их предоставить вам квитанции за оплату за газ и за свет. И там уже все сразу станет ясно. Если в этом доме люди не жили, то за текущий год квитанции за свет у них не будет. Или там будет 5 рублей, у них каждый месяц всего сумма фигурировать. Сумма должна начинаться с самой минимума от 200 рублей в месяц, если люди там в этом доме живут. А за газ сумма должна получается по году набегать и от 30 тысяч начинаясь. Если в этом доме не жили, то летом только немножко чаек кипятили, то оплата за газ там будет очень маленькая, может тысяча за год. Если вот эту сумму, вот эти вот квитанции вам не предоставлены годовые за газ, за свет, значит в этом доме элементарно никто не жил. Значит сейчас просто изображают в нем какую-то счастливую жизнь. Вы должны спросить у продавцов, сколько владельцев было у этого дома. Также вы должны этот вопрос задать и соседям, которых вы посетили ранее, и уже соответственно вывести какое-то нечто, нечто какое-то уже сумму из этого. И у тех людей, которые вам продают дом, вы должны спросить, что они делали с этим домом, если они его купили ранее. То есть какие манипуляции с этим домом они производили. Достройка, перестройка, утепление. Если они производили какое-то утепление, какую-то модернизацию, то они вам должны показать, из чего они это делали. Я вам скажу, что каждый человек, который строит дом, который его ремонтирует, имеет такую папочку, в которую он все до последнего прикладывает все квитанции до рубля. И если эти люди действительно что-то проводили, какое-то утепление и вкладывали какие-то материалы, если им не стыдно за них ответить, они вам должны показать эти квитанции. Потому что, если они утепляли ваш дом старые стекловатые с разобранной теплотрассы, а это перед моими глазами, эта история совсем свежая, я вот совсем недавно эту историю наблюдал, я покажу про это еще в видео, то тогда они вам, конечно, не покажут никакую квитанцию, ни на какие утеплители. У них должно быть все как положено, подшито в этой особой папочке. И уже исходя из вот этих всех вопросов, самых непосредственных, которые вы вам задали, у вас ложится абсолютно волшебная картина происходящего. Также вам стоит, если зайти к участковому и навести справки у него. Так как он все знает, но туда тоже с пустыми руками идти не стоит. Но вы получите исчерпывающий ответ, если будете, конечно, немножко благодарны за информацию. Вот эти вопросы вам помогут избавиться от всех имеющихся скелетов в шкафу. Конечно же, я еще расскажу, эти советы действуют только для покупки дома в неэлитном квартале, в квартале с самым обыкновенным, в котором старые дома стоят, но может быть и не совсем старые, может их там немножко латают, перелатывают, переделывают, но в них живут люди, которые еще с дедами и прадедами здесь жили. Только в этом районе вы можете купить дом по той цене, который вас устроит. Как говорится, на рынке два дурака, один продавец, другой покупатель. Многие люди в таком районе уже купили дом, немножко его подлатали, если вы видите стоит что-то новенькое, свеженькое, то если человек в нем не живет, то он его, конечно, сделал на продажу. Тут уже, это уже тема для другого разговора, который мы поднимем и обсудим. Слушайте совет умных людей, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!